ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Маленькие дети знают, что их грехи прощены. Когда мы приходим к вере и понимаем, что Иисус наш Спаситель, мы ощущаем любовь, как ребенок. Ощущаем принятие Небесного Отца, самого Бога. Это замечательное сознание, когда мы понимаем, что наша совесть чиста. Дух и душа свободны от какого-либо греха. Мы в общении с Богом оправданы перед Богом и в мире с Ним. Это замечательное сознание, которое типично для детей, то есть на начальном этапе нашей веры. Конечно же, ребенку нельзя доверять слишком многому. Несмотря на его стремление и желание расти все быстрее, нельзя ему доверять слишком многому, так как он еще не окрепший. К тому же, ребенок отличается тем, что он сконцентрирован на себе. Он видит только свое собственное окружение и пока еще не видит ничего за его пределами. Второй этап — это сын или, конечно же, дочь. Сыны и дочери отца — это те, которые растут в вере. Это отроки и юноши. Они хотят быть самостоятельными, хотят отделиться от родителей. Они больше не хотят слышать одни и те же наставления. Они считают себя уже окрепшими, взрослыми. Слово Божие уточняет, что юноша крепок в той мере, в которой Слово Божие пребывает в нем. Это как раз проблема многих духовных юношей, и юношей вообще. Им сложно повиноваться высшей власти. Они считают, что все понимают, хотят изменить мир. Это само по себе неплохо, но когда это происходит в разрыве от отцов, часто возникают проблемы. Итак, юноши нуждаются в том, чтобы оставаться в повиновении, в общении с теми, кто старше и опытнее. Тем не менее, они обладают силой и динамизмом, которых нельзя недооценивать. Красота юношества заключается именно в этой жизнерадостности, спонтанности и силе. Итак, Господь говорит в Своем Слове, вы сыны и дочери должны познать отца. Необходимо, чтобы ваша идентичность, которая еще формируется, основывалась на отношениях с отцом. Знаете ли вы Бога, как своего отца? Я бы хотел, чтобы вы размышляли над этим вопросом. Когда Иисус крестился, еще до начала своего земного служения, Он услышал отца говорящего, «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Услышали ли вы эти слова? Благоволит ли Отец к вам? Может ли Отец вам уже доверять некую ответственность? Готовы ли вы взять на себя эту ответственность? Я помню, что мой Отец доверил мне некоторые задачи, когда я был еще очень молод. Я очень гордился тем, что мог выполнять эти задачи. Я хотел угодить ему, и особенно хотел, чтобы он мной гордился. Вдруг его дела стали моими делами. Итак, мы выходим из детства, в котором жизнь сконцентрирована на нас самих. Сын уже размышляет о делах отца, который ему доверяет некую работу. Есть также третий, замечательный этап, который приближает нас к зрелости. Библия говорит, что это те, которые глубоко и близко знают отца, благодаря своему опыту. Отец и мать — это те, которые обрели жизненный опыт. Они укоренены, они прошли испытания. Они стали примером и столпом. Они являются примерами, на которых можно посмотреть и ориентироваться. Их жизнь, стабильность, настойчивость являются свидетельством. Давайте прочитаем один текст. Отцы и матери, вы прошли испытания, не теряя надежду. Вы страдали, но не огорчались. Вы приняли тяжкие удары на себя, но поднимались каждый раз. Вы любили, носили, выдерживали, трудились, даже когда были одиноки. Вы узнали, каково бороться с грехом наедине и не стали рабами греха. Вы простили тех, кто вас обидел, и вы благословили их, не оставляя с ними общения. Вы продолжали любить, хотя не получили любви в ответ. Вы не жалуясь, смирялись с ситуациями, которые не менялись. Вы научились быть довольными тем, что есть. У вас была возможность оказаться в центре, но вы воздали славу Богу. Духовные отцы и матери не являются центром своей жизни. Они хотят воздавать славу Богу, поощрять молодых. Они вдохновляют их следовать за ними, стать подобными им. Они прилагают путь. Они думают о тех, кто идет за ними. Дорогие друзья, желаю, чтобы вы проходили этап детства, юношества и стали отцом или матерью в вере. Церковь и общество так нуждаются в истинных отцах и матерях, которые вдохновляют молодых, вселяют в них уверенность и показывают им путь, по которому следует идти. Пусть Бог вас обильно благословит. До новой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова